Это не стационарный торговый объект. По федеральной программе, по которой мы построили, это пункт проката. Вы знаете, что в течение трех лет существования этого контейнера мы не могли найти, во-первых, желающих провести этой деятельностью, заняться там. И он стоял-фортовал. Я заключил договор от спортивной школы на 11 месяцев. Потому что эти 11 месяцев я работал и искал людей, которые готовы заняться пунктом проката. В прошлом году мы нашли людей, которые этим занимаются. И с ним я четко определился, что да, пройдет 11 месяцев, по которым у нас используется контейнер данный. Мы не давали его под кафе. Пускай СЭС выясняют, другие органы выясняют, как можно кафе организовать в контейнере, где ничего нет. Это не моя функция. Но еще раз говорю. Я заключал договор от имени спортивной школы на 11 месяцев. На сегодняшний день у меня есть люди, которые организуют прокат, и они готовы зайти в это помещение. Чтобы было понимание, спортивная школа имеет право сдавать контейнер в аренду. Имеет. Но не обязана это делать. Я не понимаю, почему у нас ИП Старикова обезует меня. И как она сама вот только что говорила, чтобы дословно было, понуждает. То есть через главу, через первого зама меня постоянно к чему-то понуждают. Зачем? Через суд. Через суд. Да, вот как бы через суд. Ребята, 11 месяцев прошло, освободите контейнер. 13 числа закончилась аренда. Освободите, пожалуйста, контейнер. Мы будем дальше вести свою деятельность. Тем более до этого момента я несколько раз предупреждал об этом. Я полностью согласен с тем, что пункт питания в Березовой Рощи должен быть. Должен. И при таком раскладе я готов еще раз на 11 месяцев заключить договор. Исходя из чего? Только исходя из того, что есть планы строительства. И на следующий год там будет построен объект. Как он будет называться? Кафе, ресторан, еще что-то. Это уже другой вопрос, как он будет называться. Но он будет общепитом, по сути. Я готов еще раз на 11 месяцев заключить договор. Но на сегодняшний день есть несколько интересантов, которые прямо мне говорят. Евгений Петрович, а почему Стариковой вы предоставляете на 11 месяцев? Право. Без аукциона, без торговых, без ничего остального. А нам нет. Мы тоже хотим это сделать. Мы тоже хотим занять это очень. Под кафе. Под пункт проката. Варианты различные. Как там можно вообще организовать что-то питание? Я не знаю еще раз. Как вот у нас Роспотребнадзор, как бы, кого-то за мельчайшее нарушение там проверяют, еще что-то сделать. Здесь ни одной проверки не было. Но там, ну, контейнер, железный контейнер. Я как бы не специалист в Роспотребнадзоре, я не буду вот эти вещи как-то собирать. Я говорю лишь о том, что аренда 11 месяцев закончилась, верните, пожалуйста, наше имущество. Здесь, как бы, вопросов не должно быть. Вопросы есть, но еще раз говорю, мы имеем право сдавать имущество, но мы не обязаны его сдавать. Я подаю. Анна Борисовна, а вы не планируете, ну, расширить бизнес свой, чтобы, ну, что вы там держаться за контейнер? У нас много, и мы не понимаем сейчас, и жители хотят, чтобы было кафе, общепель, ну, чтобы там как-то строиться, еще в грантех потом участвовать. Еще получить грант, еще потом его вернуть еще раз. А почему вернуть? Вы же этот не вернете. Почему? Я уже чувствую, что тут, то мы продляем, то мы не продляем. Смотрите, вам Ирина Александровна сказала, что вы не вернете грант, вы же его уже почти выполнили. Почти не закрыты до конца этого текущего года. До 24-го. А что касается РОС, потребнадзора, к разным типам точек свои требования. Я сейчас говорю, что мы полностью к ним соответствуем. Вот и все. Так, заключения есть у нас? А у нас не было проверок, еще раз. Так, а при чем без проверок? Здесь проверки, а сейчас такой порядок, что... Вы знаете, надо обратиться, поступить на тот чисто. Уведомление. Вы сделали все, чтобы всех проверили. Мы вашу позицию услышали, давайте теперь дождемся вот этих... Всех официальных заключений узнаем, кто виноват, а кто не виноват. Деятельность вы же на сегодняшний день осуществляете, но просто вам уже объяснили, что это контейнер. Либо пусть администрация его забирает, принимает решение, и дальше его судьба. Либо это павильон, либо это кофейня, либо так, чтобы прокат, еще какое-то введение. Но это будет решать суд, мы же. А мы сейчас полтора часа просидели и прослушивали две стороны. Первый и второй. А вообще цель депутатов собрать? Обращение, гражданина, о содействии. Да, да, в чем мы должны содействовать? Как мы даже, если уже выставите судебное заявление и все уже... Коллеги, чтобы правда, вот как предложение, ну... Не знаю, рекомендовать заключить договор на 11 месяцев, потому что мы слышали, что там многодетная семья, что все работают. Второе, мы все-таки, как депутаты, наша позиция, что объекты благоустройства должны быть по назначению использованы. И в рамках вот этих 11 месяцев все-таки определиться и решить, что дальше будет с этим контейнером, который должен был использоваться как прокат. И все-таки его использовать по назначению. Потому что, не напал на сколько, более 5 тысяч проголосовали тогда за проект Березовой рощи. Здесь сейчас заявитель говорит о тысяче. А 5 тысяч назаровцев проголосовали за проект Березовой рощи, в котором значится пункт проката. И мы их мнение тоже не можем не учитывать. Поэтому руководителю школы мы предлагаем, поскольку в вашем сейчас управлении находится этот объект, все-таки использовать его по назначению. Второе, то, что мы опять же рекомендуем администрации города, просим обратить на это внимание, чтобы все-таки сдача в аренду производилась конкурентными способами, а не вот как-то так, как здесь происходит. Нужно еще одно кафе. И то, что мы говорим о том, что кафе в Березовой рощи нужно, и что нужно там что-то с документами правильно оформить и все-таки объявить этот аукцион.